Девушки отдыхают Девушки отдыхают Скорой помощью и полицией на месте были и жители улиц Лесная и Урожайная Они помогали спасателям Вручную буксируя автомобиль хозяина горевшего дома Он мешал проезду спецтехники А огонь был настолько сильным, что соседи переживали за свои строения Мы к свой дом приехали посмотреть Через два участка Это у него второй случай Уже монета горела На этот раз горел дом Площадь пожара составила 45 квадратных метров К моменту приезда кровля уже была обрушена Но открытое горение сохранялось После ликвидации и во время разбора конструкции В жилой комнате было обнаружено тело мужчины Предварительно хозяина Его опознал брат родной получается Накануне соседи его видели Вроде как в нетрезвом состоянии Сейчас инспекторы пожарного надзора Выясняют причину пожара Версии две Это неосторожность при курении И нарушение правил эксплуатации электрических приборов С наступлением холодов Спасатели не рекомендуют дачникам Оставаться на ночь в своих огородах Ведь согревая помещение газовым Или электрическим оборудованием Вы рискуете своими жизнями Александр Комаров, Марсель Жураев, Евгений Лызаев Новости НТР Чуть позже ночью пожарным пришлось тушить автомобиль Рено загорелось после столкновения с КамАЗом ДТП произошло на промзоне 42-летняя женщина за рулем французской машины Выехала на красный свет В итоге хозяйка кроссовера получила травмы предплечья Госпитализации ей не потребовалось А вот ее авто выгорело полностью Возгорание еще одного автомобиля попало на видео Лада Приора вспыхнула прямо на парковке у магазина Спортмастер Салон полностью объят огнем На кадрах видно, что пока другие не знают, что делать Один мужчина быстро подбегает к легковушке И умело сбивает пламя с помощью огнетушителя Причина возгорания – неисправность электропроводки Битва за блендеры и пластиковые ведра Своё десятилетие магазин «Галамарт» в Нижнекамске отметил давкой В честь юбилея торговая сеть объявила акцию Большие скидки на бытовую технику и хостовары И горожане сорвались Чтобы успеть выгодно купить, люди были готовы на все Блендер за 199 рублей в один момент превратил людей в дикарей Напирают, расталкивая соперников локтями Подпрыгивают, пытаясь выхватить коробку у продавцов В этот день помимо блендеров по акции продавались весы и сковородки Если в борьбе за эти товары обошлось всё толкучкой То вот эти ведра по 19 рублей нижнекамцы буквально вырывали из рук друг друга Халява – вещь провокационная Устоять дано не каждому В акционные дни покупатели у «Галамарта» собираются за час до открытия А за дешёвый товар готовы даже драться Продавцы к такому поведению уже привыкли Ожидали, не ожидали от нижнекамцев такой реакции? Ну, ожидали У нас бывают постоянные такие акции То есть мы не раз их проводили Ещё будут проводиться товары, к сожалению, у нас в граничном количестве Всем же хочется взять товар по акции Хочется, конечно, всем Но вот что любопытно, мы провели опрос Так вот, на камеру нижнекамцы говорят Унижаться из-за копеечной вещи точно бы не стали Вот вы бы так полезли в такую толпочку? Ну, это свинство просто Вы так не считаете? Это ненормально То, что такие акции делают И на самом деле бедные бабушки там, они чуть ли не ложились Под напором мужиков, которые стояли сзади А вот поведение нижнекамцев, вот вы как акции имеете? Дикое Не относятся они к акциям спокойно Это как дикари В самую точку Стремясь в азарте урвать что-то по дешёвке Горожане забывают обо всём остальном Вспомним Сабантуй 16-го года Тогда из-за бесплатного чак-чака люди лезли по головам Лишь чудом никого не затоптали С тех пор, как видим, ничего не изменилось Для нижнекамцев на халяву и уксус сладкий Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, Новости НТР 10 тысяч рублей и ты работаешь на Танека Такое обещание давал нижнекамец своим знакомым Мужчина предлагал за взятку трудоустроить на престижное место Желающих оказалось много, но заветную работу так никто и не получил А мошенник теперь может получить срок Ещё недавно он мнил себя менеджером по подбору персонала Обещал всех устроить на Танека Теперь прячет лицо под капюшоном Молодого человека судят за мошенничество Он втирался в доверие к своим знакомым Рассказывая, что его отец начальник на Танека И легко может устроить желающих к себе на работу Правда, за это нужно заплатить 10 тысяч рублей Не подозревая о преступных намерениях Передал ему денежных средств в размере 10 тысяч рублей Которые Фатихов похитил и распорядился ими в свою пользу Мужчина кормил знакомых обещаниями Брал деньги за трудоустройство А потом просил оплатить ещё и обучение Действуя в продолжении своего преступного умысла Направленного на хищение денежных средств Путём обмана и злобитровой недоверия своей знакомой Пояснил последнее, что для трудоустройства на завод Танека Необходимо пройти дополнительное обучение И получить свидетельство о повышении квалификации Которые стоят 7 тысяч рублей Люди верили мошеннику Взятка за трудоустройство никого не смущала Таким образом подсудимый обманул 6 человек И положил себе в карман 200 тысяч рублей Суд неоднократно переносился Подсудимый по разным причинам Просил отсрочить рассмотрение дела На этот раз потерпевшие единогласно настояли на том Чтобы процесс провели именно сегодня Сегодня суду предстоит допросить потерпевших по этому делу А также свидетели, после чего молодому человеку вынесут решение Светлана Жумкова, Фахри Исламов, Новости НТР Что-то пропустили или хотите пересмотреть сюжет? Не переживайте Вы можете следить за свежими новостями города В сообществе НТР24 В социальной сети ВКонтакте Ссылку вы сейчас видите на экране Там же ровно в 19.00 Начинается прямая трансляция программы новости Подписывайтесь на нашу группу И на оповещения в ней Также всю оперативную информацию Вы можете получить и на нашем сайте НТРДФИС24.ру Интернет-портал регулярно обновляется Ищите НТР и в Инстаграме А также в сети Фейсбук Адреса и ссылки вы сейчас видите на своих экранах Новый 47-й маршрут начнет курсировать С завтрашнего дня на этот рейс возлагают большие надежды Он должен облегчить непростую ситуацию в сфере общественного транспорта В городе ждать транспорт приходилось до 40 минут и дольше А выехать из новых микрорайонов было просто невозможно Эту проблему и постараются решить с помощью 47-го маршрута Он будет заезжать в 34-й, 44-й, 45-й, 47-й и 49-й микрорайоны Схема движения выложена на сайте НТР Начальная и конечная остановка НКЦ О транспортной реформе рассказали на еженедельной планерке руководителей Краткие характеристики этого маршрута Протяженность 21,9 км Интервал движения планируется 15 минут в пиковое время 20 минут в межпиковое время Количество остановок 36 Время круга рейса от 1 часа 25 минут до 1 часа 35 минут Время работы маршрута с 5 утра 30 минут до 22.55 ежедневно В мэрии также объявили работу дачных автобусных маршрутов Продлили до 13 октября Решение приняли в связи с благоприятными погодными условиями А также по многочисленным просьбам нижнекамцев Пожелания озвучили на программе «Прямая связь» с Айдаром Медшиным Нижнекамцы продолжают замерзать В нашу редакцию поступили десятки звонков с разных микрорайонов Менделеевы 41, Мира 5, Бызовы 16, Шинников 46 Вот неполный список домов, где ледяные батареи Хотя по графику подачу тепла должны были завершить до 27 сентября В мэрии уверяют, проблемы связаны с пусконаладочными работами Необходимо время, чтобы вывести в рабочий режим систему центрального отопления Нижнекамцам остается только ждать и утепляться До конца этой недели уже в 100% режиме у нас система будет отлажена На сегодняшний день по всем обращениям граждан, связанным где-то у кого-то стояки холодные Или батареи не до конца Жителям необходимо обращаться в диспетчерскую службу 072 Заявки будут фиксироваться и передаваться в работу непосредственно исполнителям коммунальных услуг Пока нижнекамцы ждут горячей воды в батареях, она течет на улице возле дома Мира 40 Жители микрорайона сразу позвонили в водоканал, подали заявку на устранение порыва Но коммунальщики отреагировали только через три дня С 25 сентября горячая вода бежала ручьем Рабочие приехали на место сегодня утром Сейчас реки из кипятка уже нет, асфальт просыхает Отопление в домах есть, горячая вода тоже, рассказали жильцы домов На данный момент людей беспокоит одно Кто заплатит за утечку дорогостоящей воды Об этой теме нам рассказали телезрители Если у вас тоже есть важная или интересная информация Вы можете связаться с нашей редакцией по телефону 40 07 70 А также пишите нам на сайт, его адрес ntrdefence24.ru Также пишите на WhatsApp, его номер 8 917 93 73 077 Химиков снова позеленеет Сегодня приступили к посадке новых яблонь на месте срубленных Александр Комаров узнал, какие плоды на вкус и сколько раз будут цвести деревья Работники управления благоустройства подготавливают лунки для саженцев Сорт яблони Red Abelisk Деревцам по три года они уже сформованы и имеют закрытую корневую систему Что должно обеспечить хорошую приживаемость Будет яблонь вкусным и красивым, пышным Пышными деревья действительно будут Потому уже на этой стадии у саженцев подрезали ветки, удалили плоды и цветки Делается это для того, чтобы вся сила яблонь уходила в корневую систему Эта яблоня плодоносит небольшими яблочками, но съедобными Единственное, вкус у них не очень приятный, скажем так Они кислые и вяжут, но съедобные Цветет она, да, несколько раз? Цветет она, да, два раза в год Если она набирает цвет, то она и осенью может зацвести Декоративные деревья на проспекте химиков сажают вместо старых яблонь, которые полвека украшали улицу Их вырубили вместе с корнями, потому что в силу своего возраста они стали сохнуть и ломаться Решение о том, что на их месте появится новая аллея, было принято этим летом На сегодняшний день будет 50 яблонь Мы сегодня сажаем По химикам 200 будет Стоимость одного декоративного дерева почти 4000 рублей Работы по озеленению будут продолжены и в следующем году Всего на проспекте химиков планируется высадить 420 молодых яблонь Александр Комаров, Ахри Исламов, Новости Татарстана Завтра в Нижнекамске пройдет большая проверка системы оповещения о чрезвычайных ситуациях МЧС просит соблюдать спокойствие и внимательно прослушать сообщения В течение дня произойдет перехват трансляций каналов ТНВ, цифровых каналов первого мультиплекса С 9 до 10.30 в транспорте покажут специальный видеоролик Кроме того, сработают установки речевого оповещения Их в Нижнекамске 12 Два миллиона рублей потратят на пенсионеров Точнее, на празднование Дня пожилого человека Запланировано более 100 различных мероприятий 1 октября по традиции пройдет чествование пожилых людей в школах города В течение первой декады октября для ветеранов будут организованы развлекательные мероприятия Бесплатные концерты, благотворительные спектакли, киносеансы, вечера отдыха, спортивные соревнования и другое Городская баня Нижнекамска 1 и 2 октября будет обслуживать пожилых по льготным ценам Также скидку предоставят парикмахерские С полным списком можно ознакомиться на нашем сайте Цена стрижки составит порядка 100 рублей При себе необходимо иметь пенсионное удостоверение На заброшенной АЭС в Камских полянах в течение суток шли ожесточенные бои Раздавались звуки выстрелов, никто не пострадал На площадке атомной станции прошла ролевая игра «Сталкер» Участниками стали люди из разных уголков России и наша съемочная группа Защитить мир от заразной зоны – наша общая цель и задача Взрыв гранаты, люди в военной форме, автоматы Все как на войне Каждый игрок буквально вживается в роль своего персонажа У монстров особая миссия – выпить как можно больше крови у «Сталкеров» Все происходящее – интерпретация компьютерной игры «Сталкер» Организаторы попытались перенести всех участников в реальную жизнь В зону отчуждения Чернобыльской АЭС Здесь зона очень сильно похожа Во-первых, это очень большой полигон Очень опасный полигон Все игроки об этом знают Ну, соответственно, мы придерживаемся технику безопасности Но выбрали именно из-за того, что это именно атомная электростанция Для нас это уже не хобби Для нас это уже не отъемлемая часть жизни Так как если данный отрезок жизни у нас убрать Мы много чего потеряем Получить невероятную порцию адреналина Именно с такой целью приехали участники игры «Сталкер-страйк» На заброшенный полигон АЭС Камских полян Сейчас на этой площадке находится более ста человек Хотя рассмотреть и найти их очень сложно Многие находятся на своих локациях Находясь здесь, начинаешь понимать, что это не просто игра Опасность подстерегает на каждом шагу Сейчас военные взяли в плен одного нападающего Военные бандиты «Монолит» В течение суток несколько группировок на полигоне вели ожесточенные бои Условия были максимально приближены к реальным Как говорят организаторы, победителей здесь нет Игра может продолжаться бесконечно Гульяник Матулина, Фахри Исламов, Новости НТР 10 тысяч шагов к здоровому образу жизни Нижнекамск присоединился к всероссийской профилактической акции Участники должны были пройти от Солнечной поляны до Красного ключа и обратно В их числе и мой коллега Кирилл Давкаев Вот так вот весело стартовала акция Чтобы избежать травм, надо разогреть мышцы и размяться И сделали это в виде танцевальной разминки На Солнечной поляне движение повторяли около двух сотен человек Впереди марш-бросок длиной в 10 тысяч шагов Это приличный маршрут И пройти его достаточно нелегко Надо самое главное следить за своим дыханием Чтоб не сбилось, чтоб не заболело нигде в боку По тропинке вдаль идем Нам погода не почет Ура! Профилактическая акция собрала школьников, студентов, старшее поколение пенсионеров Вот сегодня тоже решили с коллективом, со своей организацией выйти на такую пробежку Не пробежку, 10 тысяч шагов называется акция Так это 10 тысяч шагов А сами за день сколько проходите обычно? За день, о, бывает по-разному Иногда пять, иногда три Три тысячи шагов Шли от солнечной поляны до причала на красном Стартовали бодро, но в лесу колонна растянулась Темп выдержали не все А впереди всех шла воспитанница университета третьего возраста Я каждый день два часа хожу пешком Вот, два-три раз в неделю хожу с палками И, ну, вообще веду здоровый образ жизни А как удалось такой темп продержать, вот, большое расстояние впереди всех? Тренировки Тренировки Усиленный спортзал Обязательно хожу На танцы хожу Бодрым шагом под музыку из тяги колонна ходоков вышла на причал Здесь их ждала танцевальная пауза Вот и мы тоже нашли до причала Сейчас немножко потанцуем, разомнемся И пойдем дальше Только промежуточный финиш Здесь заканчиваются первые пять тысяч шагов Впереди еще столько же Прогулка заняла чуть больше часа Ну, а последний, десятитысячный шаг Участники акции сделали на солнечной поляне Кирилл Довкаев, Евгений Лазаев, Новости НТР Что такое острый коронарный синдром? Чем он может быть опасен? И как понять, что срочно нужно обратиться в больницу? Подробнее о том, как заботиться о сердце в нашем следующем сюжете В этом году острый коронарный синдром диагностирован более чем у 8 тысяч татарстанцев ОКС – одно из самых распространенных и опасных патологических состояний При его развитии пациенту крайне важно обратиться за помощью как можно раньше Так называемый «золотой час» Но многие не умеют распознать тревожные симптомы Появились новые для него давящие, жгучие, сжимающие боли За грудиной, в средней треть грудины Боли, как правило, отдают в левое плечо, в лопатку, отдают в нижнюю челюсть Могут отдавать в правое плечо, то есть это атипичная зона радиации Межлопаточное пространство Боли носят, как правило, волнообразный характер Может быть, ощущение сдавления грудной клетки, сжатия или тяжести в груди Вот при любых этих признаках нужно тут же обратиться за медицинской помощью Позвонить 03 А чтобы избежать болезни сердца, врачи рекомендуют отказаться от вредных привычек Заниматься спортом, вести здоровый образ жизни с учетом возраста и генетической предрасположенности На этом моя часть выпуска завершена Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды Напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 Или посредством сайта ntrdefis24.ru Сегодня о новостях спорта Нефтехимик победой завершил домашнюю серию Подопечные Юрия Уткульбаева взяли вверх над лидерами чемпионата Об этом не только сразу после рекламы Современные модели слуховых аппаратов в центре «Радуга звуков» Незаметные внутриушные для детей и взрослых Телефон в Нижнекамске 32 33 53 Так хочу водить машину, но... Начни обучение с 3000 рублей в автошколе «Автолидер» «Автолидер» — это крутые инструктора-профессионалы, новые автомобили для комфортного обучения, офисы в шаге от твоего дома, тариф доступный тебе, это бесконечные призы, бонусы, акции, розыгрыши Это новые друзья, которых ты встретишь Ждем именно тебя Доступно обучение 16 лет, вечернее, дневное, в группах выходного дня Автошкола «Автолидер» Твои новые возможности Всего лишь с 3000 На телеканале НТР обзор спортивных новостей в студии Вера Вирц Здравствуйте! Начнем, конечно же, с хоккея Наш нефтехимик завершил короткую домашнюю серию В субботу встречались с Минским «Динамо» С зубрами «Волчестая» начинала текущий чемпионат Тогда команда Буцаева в основное время победила Минчан с перевесом в две шайбы 4-2 Сомнений в том, что «Динамо» всеми силами постарается отыграться на выезде не было никаких Пришлось гостям нелегко Впрочем, и нижнекамцам попотеть пришлось изрядно На шестой минуте нефтехимик оказался в роли догоняющего Но в большинстве галыша Ребзянова и Порядина вывели хозяев вперед А вот второй период получился очень результативным «Динамовцы» в попытках взять реванш забросили дважды Но усилиями Уайта и Авцина наша команда лидерства сохранила В третьем периоде нефтехимик старался играть по счету Но за 15 секунд до финальной серии на белорусы сравняли После овертайма отношения продолжили выяснять в серии буллитов И уже тут бросок Зака Митчелла принес победу нижнеканцам 5-4 По началу соперник действительно смотрелся очень здорово Но благодаря тому, что, как и сказал коллега, что мы должны минимизировать свои ошибки Ненужные ошибки Просто в простых ситуациях Наверное, если бы не Александр Шириченков, наш вратарь Который оставил нас в первую половину первого периода Оставил нас в игре И удачно мы смогли реализовать большинство в первом периоде Исход, наверное, мог бы быть другим Или игра бы складывалась намного тяжелее для нас Хорошо начали игру Первые 10 минут мы играли так, как нужно играть Как нужно играть в выездные матчи в таком стиле Просто глубоко играли Хороший форчек был После того, как забили первую шайбу Мы перестали кататься, перестали давить Потом последовали плохие удаления Если ты это допускаешь, то ты позволяешь сопернику возвращаться в игру Ну а сегодня все внимание нижнекамских болельщиков приковано к татарстанскому дерби Нефтехимик в Казани принимает наш принципиальный соперник Акбарс После зеленого дерби Дерби татарстанское, пожалуй, самое ожидаемое событие на Востоке В предыдущих пяти играх в активе казанцев 4 победы Два последних матча барса завершили с нулем пропущенных шайб Команда с 16 очками после 10 матчей занимает третье место в Восточной конференции Казанцы все свои матчи в нынешнем сезоне завершили в пределах основного времени Явного лидера нынешнего Акбарса выделить трудно Сразу три игрока набрали по 9 очков Это защитник Микаэль Викстрант и нападающий Кирилл Петров и Патрис Кормье В последних трех матчах волки набрали отличный ход Пять очков из шести возможных С 12 баллами после 12 игр «Нефтехимик» располагается на восьмом месте Востока КХЛ Матч Акбарс «Нефтехимик» стартовал в 7 вечера Трансляцию игры смотрите на канале «Татарстан. Новый век» и КХЛ ТВ Если татарстанское дерби старшей команды в самом разгаре То младшая команда свое дерби завершила Реактор дома принимал казанский «Ирбис» В битве команды из Татарстана реактор два дня назад обыгравший «Ирбис» снова открыл счет Первое же удаление в составе казанцев реализовал Максим Грошев Во втором отрезке матча гости владели инициативой Вынуждали соперника нарушать правила И конвертировали один из таких моментов в ответный гол Александр Зайцев оказался на острие нападения во время розыгрыша большинства Обоюдоострая игра в третьем периоде показала, что у обеих команд отличные вратари Ни Ярослав Азолин, ни Владимир Мосин не позволили форвардам соперника во второй раз распечатать свои владения В овертайме казанцы сумели вырвать победу благодаря дублю Зайцева Время поработать над ошибками у парней есть Эта домашняя серия у нас затяжная До встречи со следующим соперником осталась неделя В воскресенье команда Касаткина принимает «Альметьевский спутник» В первом периоде где-то мы свежее выглядели Во втором периоде на наших защитников соперник пошел активнее Немного наша защита не справилась с началом атаки, с выходом из зоны Сопернику удалось на нас давление оказать Сесть в нашей зоне и завладеть инициативой В третьем периоде защитники справились, пошли атаки в сторону соперника Но в овертайме игрок наш удалился на ровном месте После этого мы получили гол в меньшинстве Теперь о футболе расскажем Наша главная футбольная дружина в 15-м туре Олимпионства России Сразилась с лидерами ФНЛ Московским «Торпедо» Первый тайм завершили по нолям судьбу матча Решил единственный гол на 81-й минуте встречи Хозяему удалось вырвать победу Результативный удар нанес полузащитник команды из Нижнекамска Илья Петров Поражение стало вторым для «Торпедо» в сезоне В турнирной таблице ФНЛ «Нефтехимик» поднялся на седьмое место В активе команды 23 очка «Торпедо» лидирует Столичная команда набрала 37 очков В следующем туре «Нефтехимик» на выезде сыграет с «Чайкой» Матч состоится в субботу, 5 октября «Торпедо» в этот же день на своем поле встретится с «Шинником» Я думаю, что не скажешь, что мы там гроза авторитетов «Химком» проиграли, «Ротеру» проиграли Мы просто каждую игру выходим и максимум проявляем А как уж эта игра сложится, это уже от многих факторов зависит Да, мы стараемся, для нас авторитетов нет Пытаемся играть в то, что умеем Мы готовились, знали, что команда не проигрывает 5 игр К ряду И для нас все игры напряженные, тяжелые Ну, это выездная игра, понятно Еще раз, это футбол, все не так получилось Ребята старались Еще раз Мог матч по-другому сложиться за обеими первыми На сегодня у меня все, смотрите далее в эфире НТР Прогноз погоды Я же с вами прощаюсь, напоминаю, что связаться с нашей редакцией Можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта НТР-дефиз 24.ру, до встречи в эфире Спонсор выпуска соляная пещера на строителей 24 Пришла пора насморка, кашля и укрепления иммунитета Болеть? Нет Соляной пещерой вы будете бодры, энергичны и радостны Для пенсионеров скидка 50% 30 сентября, 1 и 2 октября Вы мерзнете? Кашляете? Да Уникальные соляные пещеры предлагают снять усталость Стресс, укрепить иммунитет Морской микроклимат, кислородные коктейли И ура! Дети до 7 лет без оплаты А еще 30 сентября, 1 и 2 октября Всем пенсионерам скидка 50% Море далеко, а мы рядом 1 октября в Нижнекамске пасмурно возможен небольшой дождь Температура воздуха плюс 11 градусов Но с юга подует сильный ветер Скорость 8 метров в секунду По второй половине недели, по прогнозам синоптиков, вернется бабье лето Спонсор выпуска Соляная пещера На строителей 24 Пришла пора насморка, кашля и укрепления иммунитета Болеть? Нет! Соляной пещерой вы будете бодры, энергичны и радостны Для пенсионеров скидка 50% 30 сентября, 1 и 2 октября Вы мерзнете? Кашляете? Кхе-кхе-кхе Да! Уникальные соляные пещеры предлагают снять усталость, стресс, укрепить иммунитет Морской микроклимат, кислородные коктейли и... Ура! Дети до 7 лет без оплаты А еще 30 сентября, 1 и 2 октября Всем пенсионерам скидка 50% Море далеко, а мы рядом Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»